Это духовная скрепа, это линия самоидентификации нашей нации, это та общность, разрушив которую мы с точностью разрушим свое отечество. В РПЦ нашли связь между квадробингом и ЛГБТ, заявив, что это явление угрожает семье. Председатель патриаршей комиссии Федор Лукьянов назвал квадробинг опасной субкультурой, которая подталкивает молодежь к гендерам, педофилии, ЛГБТ, а также вытесняет из сознания детей понятие о семье. Какой именно семье угрожают квадроберы, в РПЦ не уточнили. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то. Короче, все в порядке, все нормально. Взяли объяснительную, написал. Так, да, в принципе, все. Уфимского блогера вызвали в полицию из-за квадробинга. Как пишут местные СМИ на квадробера, Руслана Каримова пожаловалась бабушка, которая увидела его на улице. Полицейские нашли мужчину, доставили в отдел и взяли объяснение. После отпустили. В данный момент в Госдуме работают над запретом. Депутаты считают, что дети, увлекающиеся квадробингом, становятся жертвами некой пропаганды. Например, православный философ Сергей Михеев в эфире канала «Спас» заявил, что все это БДСМ и Садомаза хрень. Вы что, не знаете об этом, что ли? Что касается этих родителей, которые ходят с детьми на поводке, мне кажется, это такое коллективное помешательство. И, кстати говоря, это, конечно, на мой взгляд, напрямую связано с распространением различных извращений в современном западном обществе. Ведь все эти хождения на поводке, все эти ассоциации себя с бессловесным животным, это же все то, что называется БДСМ. Это же все вот это вот Садомаза хрень, вот это все, да? Это же оттуда. Откуда? Оттуда. Он заявил, что квадробинг появился в России под влиянием Запада. Все эти хождения на поводке, эти ассоциации себя с бессловесным животным, это все называется БДСМ. Это все Садомаза хрень. Все эти поводки, маски, ошейники, представление себя бессловесным животным, чьим-то рабом, это все оттуда. Михеев добавил, что при встрече пошутил бы с квадробером. Я бы ему сказал, слушай, квадробер, вот собачка, у нее шесть щенков, а у тебя, у тебя не будет ни одного. Какой же ты после этого квадробер? Ты найди себе другую собачку, и чтобы у вас было шесть, а лучше восемь или двенадцать, там глядишь и поумнеешь. Ветераны СВО убивают и калечат. За два с половиной года из-за преступлений, вернувшихся с фронта, погибли 242 человека. Еще как минимум 227 получили тяжелые травмы. Об этом пишет издание Верстка, которое изучило данные судебных картотек и материалы СМИ. Сегодня журналисты выпустили большое исследование преступлений фронтовиков. Статистика жуткая. Так, самая распространенная статья среди ветеранов – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. На втором месте – покушение на убийство. И лишь потом идут преступления по неосторожности и в результате нарушения правил дорожного движения. То есть убивают, бьют, наносят тяжелейшие травмы ветераны осознанно. Вот карта убийств, которую совершают участники СВО. Больше всего жертв в Костромской области, следом идут Москва и Ростов-на-Дону. Вот, вот интересное кино. Предсказуемо чаще убивают бывшие заключенные, которые отправляются на фронт прямиком из колоний. А их жертвами в большинстве случаев становится женщина, а также близкие, родственники и знакомые. Верстки иллюстрируют свое исследование и конкретными примерами преступлений. Одно безумнее другого. Вот, например, Григорий Негачи, бывший заключенный из Ямало-Ненецкого автономного округа, ушел на фронт из колонии, повоевал, вернулся и убил свою сожительницу. Во время застолья приревновал женщину и после ухода гостя ударил несколько раз ножом. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Воевать он ушел, отбывая 8-летний срок за убийство знакомого, которого зарезал, внимание, приревновав к сожительнице. Это не нравится никому. Участники СВО совершают преступления еще и потому, что чувствуют себя безнаказанными. Власть абсолютно открыто объявила их новой элитой. И суды в большинстве случаев выносят им мягкие приговоры, отмечают журналисты Верстки. Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Это все-таки, знаете, люди, когда решаются на это, да, когда проходят это горнило, возвращаются, да, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях, понимаете? В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди. Приоритеты другие, ценности другие. Отношение общества к участникам войны обсудим с гостем эфира. С нами на связи социолог Елена Конева. Мы будем более глубоко этим заниматься, потому что эта проблема уже наслевает. Этой проблемы не было. То есть был какой-то период, пока не было тех, кто очень незначительное количество. Теперь это число накапливается. Мы задали вопрос, как вы считаете, справедливы или несправедливы, что участники ветераны военной операции освобождаются от уголовной ответственности. Справедливым считают такую амнистию 20%, несправедливым 63%. И снова мы видим, что если люди поддерживают войну, но надо отметить, что даже если люди считают войну, даже если они противники войны и не поддерживают войну, все равно 50% считают, что такие льготы в виде амнистии, они оправданы. И при этом сторонники мира 80% считают, что это категорически неприемлемо. То есть это важный момент. То есть все-таки люди осознавали, несмотря на то, что практика, реальный опыт таких преступлений начинает проявляться только сейчас, люди уже понимают, что это может нести большие последствия. Разница большая между мужчинами и женщинами. То есть 54% мужчин не готовы поддержать такую амнистию. И гораздо больше среди потенциальных, видимо, жертв женщины это осознают. И 70% тоже не готовы поддержать такую практику. Очень близкие цифры, сказать, чуть помягче были год назад и полтора года назад. Это означает, что сейчас, когда случаются все эти страшные преступления, даже если, то есть понятно, что 500, 550, 560 уголовных дел, это процент как бы ничтожный на такую большую страну, но поскольку они становятся громкими историями, то это будет так или иначе влиять. Ну чушь какая-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok